Герои сегодняшней схватки, но уж очень сильно отличаются друг от друга, и как только наши подписчики вконтакте проголосовали за то, чтобы сравнить между собой именно этих персонажей, в голове пронеслась лишь одна мысль. Вы чё, ебанутые, что ли? Но чего не сделаешь ради вас, поэтому мы начинаем. Добро пожаловать на Телблогнет! И сегодня у нас батл группы Грибы против Ларина. Ну а пока реклама. Шок, Соболева похитили прямо со съёмок антикаверный трек Тает Лёд и заставили ответить на всё. Радо ли, что Шарегин обладил о Соболеву за пиар, кто и как кинул Гурам и как Соболев относится к Грибам и Метану? Подписывайся на канал Selfmade по-русски, чтобы увидеть эксклюзивный допрос Соболева. А до 22 апреля парни разыгрывают 100 тысяч и первую камеру Соболева. Ссылка в описании. Мы типа Грибы, типа Грибы. Хей, Колян, хей, пранкмейкер, хей, двуличный хер, ты. Раунд один. Тексты. Грибы – это молодая украинская группа, которая заработала себе популярность серьезных масштабов менее чем за полгода существования. Это реально крутой показатель, и далеко не каждый достигает таких высот. Однако сами тексты группы написаны сложным языком и цепляют весьма пространные темы, поэтому рядовому слушателю они непонятны. Возьмем очень популярный трек «Грибов велик». С самого начала втирается какая-то непонятная обычному человеку дичь, и ты слушаешь, 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 но никак не можешь понять, о чем вообще эта песня. То же самое касается трека «Интро» и «Копы». Бал, танцы, утро, ночь, утро, дождь. Да, я так хочу, но вот какой в этом смысл? Если говорить о Ларине, то его рэп более понятен. Конечно, ведь Димка затрагивает темы, касающиеся русского ютуба. То есть в одной лодке с его текстами плывут десятки миллионов человек, которые основательно следят за тем, что происходит в блогерской тусовке. Ларин взял бит от трека «Грибов копы» и зачитал свой собственный реально крутой текст. За три минуты он упомянул и мистера Макса, и Джарахова, и Соболева с Соколовским, и еще и десяток других блогеров. Плюс Димка умело привязал всю эту тему к своему шоу «Ларин против». Иван Гэй не попадет в рай, Карина не даст. Ульчик не разобьется, выживет в аномаз. Если веселит тебя валу державы, я презираю тебя мразь. Ларин против любит вас. В результате у главного хейтера ютуба за 4 месяца существования ролика набежало на 2 миллиона больше просмотров, чем у оригинального трека «Грибов» за полгода. Это справедливо и по отношению к двум другим трекам ютубера, которые также залетели на ура. Но если Хован Гребень подвергся атаке фанатов Хованского и получил более четверти миллионов дизов при 10 лямах просмотров, то Коля Хейтер точно зашел как нельзя лучше. И не в последнюю очередь благодаря тому, что тексты Ларина ближе к широкой аудитории, в то же время, как у «Грибов» посыл остается ну уж слишком загадочным. Коля няш, бицепс круглый, сам себя ж гуглит в гугле. Поэтому первый раунд остается за Ларином. «Грибы» — 0 баллов. «Ларин» — 1 балл. Раунд 2. Техничность читки. Еще Юра Хованский говорил, что... «Эффект речи объединяет, это не магия. Картавый и шеплявый центр. Внимание!» И это действительно так. Над Лариным часто подшучивают из-за его картавости, влияние которой, естественно, четко прослеживается в треках блогера. Но дело не только в картавости. Ларин, в конце концов, не является профессиональным рэп-исполнителем. Он не умеет круто выдавать эмоции! Или стрелять с бешеными двойными рифмами, словно из пулемета. Каждый Димкин трек проходит фактически на одной кахтавой волне. Да, их слушают и смотрят, но далеко не из-за флоу. А что касается флоу грибов, то здесь все на самом высоком уровне. Абсолютно все слушатели группы, в том числе и подписчики нашего паблика ВКонтакте, отмечают, что песни сами прилипают к твоему мозгу. Причем настолько сильно, что ничем ты их не отклеишь. А что можно сделать, если ребята создают такие крутые треканы? Мы наваливаем вас, группы так не любят нас! Благодаря крутой читке и не менее крутой подаче, второй раунд остается за грибами. Грибы 1 балл, Ларин 1 балл. Раунд 3. Видеоклипы. Видеосопровождение песен Ларина выполнено на хорошем, как для блогера уровне, чего стоит только клип на упомянутый выше трек Ларин против, в котором Димка в костюме, похожем на одеяние Шреддера из Черепашек-Ниндзя, бегает с мечом в руках и при этом успевает покататься на боевом танке. Никого не бил ни разу, ни мной за ни старуху с баллоном газа, сразу стал не нужен пес в майке в МАФ, необходимого гастрайтера Рики Ф. У грибов все так же выполнено очень и очень неплохо. Группа придерживается полуаматорского стиля, поэтому в клипах часто проскакивают прикольные вставки с диалогами между рэперами. Казалось бы, зачем этот идиотизм? Ну ведь прикольно же, согласитесь! Плюс ко всему, клипы грибов имеют свой фирменный стиль. Ребята делают так, как будто бы видеоряд пишется на VHS-кассеты, которые использовались лет 20 тому назад. Даже Иван Ургант проникся этой темой, сняв пародию на последний и самый популярный клип «Тает лед». Ранее мы отмечали, что клипы Ларина набирают просмотры благодаря понятным широкой аудитории темам, которые там поднимаются. Однако, это главным образом происходит по причине поднятия в них темы конфликта. А на спорах, как вы знаете, заработать миллионы просмотров очень легко. Хаван, гребень, помась ты петух? Что за бредни и спасти текут? Все для денег, в творчестве стук, дверь стук, отшконку шут. Грибам же удалось собрать почти 40 лямов зрителей на песни вечной любовной тематики. Между нами дает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Которая не цепляет какие-то там тренды. А значит, клипы группы действительно любят. Значит, фанаты ценят их за фирменный стиль. А значит, решением наших подписчиков ВКонтакте победа в сегодняшнем баттле достается нашим лесным братьям. Грибы, 2 балла. Ларин, 1 балл. Ты еще не подписался на Selfmade по-русски? Так чего же ты ждешь? Подписывайся на канал Selfmade по-русски, чтобы увидеть, как Николай Соболев в открытым интервью отвечает за все. Такого от него никто не ожидал. Среди своих подписчиков 22 апреля парни с канала Selfmade по-русски разыгрывают 100 тысяч рублей и самую первую в жизни камеру Николая Соболева. Подписывайся на их канал прямо сейчас, и может быть именно ты станешь счастливым обладателем одного из супер-призов. Ссылка в описании.